Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день, Александр Николаевич, коллеги, Батаков Антон, член правления РСПП и президиум Свердловского отделения промышленников-предпринимателей города Екатеринбург. Владимир Владимирович, поздравляем вас с избранием президентом России. Спасибо. Уверен, что бизнес добьется всех намеченных вами целей на благо Отечества. Владимир Владимирович, год назад я обращался с вами с предложением адаптировать промышленную ипотеку под потребности малого и среднего бизнеса. И благодаря вам, правительству и РСПП на вопрос находится в работе. Большое спасибо. Владимир Владимирович, сегодня у нас почти 2500 мер поддержки промышленности. Она всегда работает в связке с другими операциями – транспортировкой и хранением. Одним словом, с логистикой. Мы видим, как бы ни стремился производитель снизить стоимость продукта, его стоимость для потребителя кратно выше производственной из-за высокой ключевой ставки, которая необходима для строительства данной логистической инфраструктуры. Мы предлагаем для синхронизации и усиления текущих мер поддержки, удержания ценового трека продукта от производителя до потребителя, предлагаем субсидировать строительство логистической инфраструктуры и промышленно-распределительных центров в виде отдельной программы логистической ипотеки. Это решение обеспечит узкий ценовой коридор и высокую оборачивость продукции промышленных кластеров и предприятий, расположенных вдоль транспортных коридоров, например, М12, Восток-Запад и Север-Юг, а также границы с Китаем. Сегодня говорили много о строительстве уже введенных новых магистралей, дорог. Отлично всё ездит, увеличивается грузопоток, а инфраструктуры для хранения не хватает. Поэтому вот такое предложение. Благодарю за внимание. Вы знаете, что касается самих этих проектов, магистралей и так далее, то здесь в целом всё выстроено. Что касается обеспечивающей, обслуживающей инфраструктуры, особенно, в первую очередь, предприятия хранения и так далее, то, наверное, над этим можно подумать. Но это тоже вопрос бюджетных возможностей, потому что всё это субсидии, связанные с расходами бюджета. Сейчас правительство активно работает над этим. Просто я с вами согласен. Вот эти вещи инфраструктурного характера, обеспечивающие логистику, конечно, это важно, на это нужно обратить внимание. Вот сейчас попрошу, тогда, может, Денис Валентинович скажет по ипотеке и по другим инструментам поддержки промышленности. Они в целом-то все известны, но если министр, например, ещё раз обобщит, мне кажется, будет полезно. Пожалуйста, Денис. Уважаемый Владимир Владимирович, я не хочу десантливать с вашими положительными комментариями коллег, которые до этого запрашивали свои направления. Могу сказать только, что по промышленной ипотеке, это, собственно, ваше было поручение нам в прошлом году, и мы, точнее, позапрошлым году, мы реализовали его. Причём это эволюционировало несколько раз, то есть сначала это было на покупку помещений, зданий, потом на ремонт, потом на строительство, то есть мы все эти задачи реализовали. В прошлом году, в основном это касается малого-среднего бизнеса, было выдано 800 займов по этой ипотеке. Ну, предела совершенствования, конечно, нет, но мне кажется, что вот сегодняшний ресурс, с учётом тех задач, которые вы озвучили в послании, увеличение объёмов финансирования по льготной промышленной ипотеке, мы с трудом сегодня проходим с учётом процента ставки. Поэтому, вот, как вы сказали, давайте мы это возьмём на будущее, на проработку, вот, но в первую очередь будем реализовывать уже те решения, которые были доусовершенствованы и сегодня эффективно работают. Спасибо. Спасибо. Ну, я Антону Германовичу, считаю, нет смысла давать слово, потому что он скажет ровно то, что сказал вот пять минут назад. Это дополнительные расходы бюджета, связанные с субсидированием. Но вы знаете, что сейчас ведь банки-то дают, как правило, по плавающим ставкам. Если кредиты берутся, исходя из ключевых 16%, то по мере изменения, а я уверен, что изменения будут, на это очень рассчитываю, Это только бурные продолжительные аплодисменты. Прошу меня рассматривать, как какое-то давление на центральный банк. Готовы ещё хлопать. Но это наверняка произойдёт, это исходя просто из объективных тенденций, которые складываются в экономике. А если это так, и вы используете плавающие ставки, то и ставка по мере развития, по мере развития проектов, она тоже будет снижаться. Так что, ну, тем не менее, подумаем, конечно. Вопрос очень важный. Полностью с вами согласен. Продолжение следует...